Здравствуйте! В студии Кирилл Гусев. Подготовка к пожароопасному периоду, актуализация территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами и организация весеннего сезона охоты. Об этом и многом другом Глеб Полянский поговорил с Владимиром Попридухиным, министром природных ресурсов и экологии Алтайского края. Подробнее расскажем прямо сейчас в программе «Открытое правительство». 210 лесных пожаров на общей площади в 186 гектаров ликвидировали в прошлом году. Сейчас лесничество Алтайского края начали подготовку к очередному пожароопасному сезону. Как именно, узнаем на примере Бобровского лесничества. Во время пожара этот трактор идет в авангарде колонной техники. Проедет везде. В наследство от танка ему достались гусеницы. Прокладывает дорогу трехметровый клин, чтобы могла проехать другая техника – Уралы и Арсы. Таких в Бобровском лесничестве 12. 8 Арсов и 4 Урала. Эти автомобили предназначены для патрулирования лесных участков и ликвидации пожаров. Например, Уралы вмещают 10 тысяч литров воды. Есть два Селанта – это малые пожарные комплексы для обнаружения пожаров. Вмещают экипаж из шести человек. Они укомплектованы мотопомпами, они укомплектованы ранцевыми обрыскивателями, лопатами. Пожарная команда, которая в случае возникновения обнаружения лесного пожара по команде диспетчерской службы, находится на территории постоянно ПСПИ, то есть дежурная команда, она быстро собирается и садится и выезжает на тушение лесного пожара. Мониторят пожарную обстановку на территории Бобровского лесничества с помощью 8 пожарно-наблюдательных вышек. Используют метод точечного осмотра. На каждой вышке есть зимутальные круги. Для более точной установки места пожара используют несколько точек. Также на территории лесничества проводят авто- и авиамониторинг. При нештатной ситуации мы можем также привлечь авиалесохраны, вертолеты, робинсоны, которые находятся в городе Барнауль и привлечь для определения места лесного пожара, если у нас такая необходимость есть. По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, противостоять огненной стихии на территории Алтайского края будут почти полторы тысячи человек. Задействует при этом 744 единицы техники. На случай крупных лесных пожаров создан необходимый запас ГСМ – 94 литров бензина и 137 тысяч литров дизельного топлива. Планы тушения утвердили во всех лесничествах. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Добрый день. С 5 апреля в Алтайском крае объявлен пожароопасный период. Готов ли край к противостоянию огню и какие запреты и ограничения налагаются в этот период? Сегодня мы видим, что на улице погружие дни, ясная теплая погода, безветрие, фактически солнышко, тепло. Мы прекрасно понимаем, что в этот период времени активность населения проявляется у нас и хозяйствующих субъектов. Большинство населения, испытывая потребность, выезжает на природу. Нашим гражданам не запрещено посещать леса и возможно разведение костров, но разведение костров должно быть четко и ясно регламентировано. Во-первых, это должно проводиться в основном на открытых пространствах, не под кронами исключительно деревьев. В обязательном порядке должны быть проложены минерализованные полосы вокруг костра. При проведении огневых работ и когда заканчивается время пикников, в обязательном порядке проследить, чтобы были потушены они основательно до прекращения степени горения. При нарушении подобного рода обстоятельств наши сотрудники, те, которые находятся рядом в наших лесничествах, могут применять статьи 8.32 Кодекса административных правонарушений за нарушение противопожарного режима нахождения в лесах. Поэтому еще раз пользуюсь случаем, обращаясь к нашим гражданам, чтобы вели себя добросовестно, ответственно, поскольку непотушенные костры, они являются основными очагами возникновения на территории нашего лесного фонда лесных пожаров. В целом, отмечу, что наши службы лесной отрасли находятся в постоянной сейчас боевой готовности к возможному возникновению и тушению лесных пожаров. У нас в боевом расчете находится порядка полутора тысяч человек, подготовленных специалистов. Фактически все специалисты тушения крупных лесных пожаров прошли обучение, получили сертификаты и право доступа на проведение данного вида работ. В нашем арсенале находится порядка 700 механизмов, машин, оборудования, которые способны эффективно бороться с лесными пожарами. В этот состав входит порядка 300 пожарных автомобилей. Мы имеем наземную сеть, распространенную наблюдение, которое состоит из 157 пожарнаблюдательных вышек, такое же количество ПСПИ и ПХС. Фактически в боевом расчете у нас находятся три летательных аппарата вертолета «Робинсон», которые проводят постоянный авиационный мониторинг состояния сегодня на землях лесного фонда. В регионе продолжается актуализация территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. На каком этапе сейчас находится эта работа? С 1 января текущего года, как и практически все субъекты Российской Федерации, Алтайский край приступил к реализации новой схемы обращения с отходами. Фактически у нас назначено 7 зон, по которым определены региональные операторы. На протяжении более трех месяцев проводится работа, и с каждым днем все больше и больше количества населения у нас включается процесс централизованного сбора мусора. В наш адрес стали поступать как разработчика территориальной схемы вопросы со стороны региональных операторов, населения, хозяйствующих субъектов, по поводу более четко проработанных механизмов сегодня реализации этой схемы. Данные предложения были нами обобщены, по большому счету отработаны те замечания, которые сегодня ложатся на законодательную базу текущего периода времени. Была откорректирована наша региональная схема. В том числе мы разработали электронную модель этой схемы для того, чтобы в последующем дать возможность нашему населению в режиме практически онлайн корректировать и контролировать ход действий и работы по сбору от момента образования отходов до момента утилизации. То есть поступление отходов сегодня на полигоны твердокоммунальных отходов. Все необходимые моменты были согласованы. Сегодня наша территориальная схема находится в сфере публичного обсуждения. 15 мая у нас завершается процесс публичных обсуждений и фактически мы должны подготовить нормативный акт по ее утверждению. В концепции развития нашей схемы предусмотрено создание двух экотехнопарков, которые объединят под своим началом практически все передовые технологии, начиная от сбора, сортировки, утилизации, переработки, захоронения мусора. Данная работа у нас находится на завершающей стадии. И, как я и говорю, в мае месяце с точки зрения утвержденного нормативного документа мы запустим схему полностью в работу. Алтайский край подтвердил свой экологический рейтинг, заняв второе место в России и первое в Сибирском федеральном округе. Какая работа, на ваш взгляд, способствовала достижению таких результатов? Я считаю, что это тот показатель, который сформирован практически консолидированными действиями всего нашего общества, всех жителей Алтайского края. Мы гордимся тем обстоятельством, что на территории Алтайского края проживает очень экологически воспитанное и активное население. У нас достаточно сильные общественные формирования, которые сегодня занимаются очень серьезной проработкой вопросов по нашему благополучию. Определение непосредственно положения субъектов Российской Федерации, оно установлено на основе расчетных параметров, которые включают в себя существование четырех индексов – промышленно-экологический, социально-экологический, природоохранный и сводный индекс. По всем направлениям данных индексов есть расчетные формулы, и надо отдать должное, что Алтайский край последовательно продвигается, добавляя ежегодно или по-ежеквартально по определенного рода баллам. Совсем недавно Краевому ведомству удалось получить федеральную поддержку инициативы по выделению алтайских ленточных боров в особый лесной район. Какие преимущества это дает в области защиты и сохранения реликтовых боров региона? Принято решение на уровне правительства Российской Федерации о придании особого статуса отдельного лесорастительного района Алтайского края. Он в действительности выделен из Западно-Сибирского лесостепного района, который включал в себя шесть субъектов Российской Федерации, для которых были разработаны идентичные правила поведения, начиная от заготовки древесины, заканчивая лесовосстановлением. 4 апреля Минюстом Российской Федерации утвержден, зафиксирован данный нормативный акт. Фактически срок его действия наступает с 1 сентября 2019 года. Почему имеет вот такой отлагательный срок исполнения данного приказа Министерства природных ресурсов? Да потому что мы стоим сейчас, будем говорить, еще в начальной стадии по поводу формирования всей нормативной базы. Принято решение о создании отдельного лесорастительного района, но для того, чтобы заниматься сегодня дальнейшим защитой, охраной, использованием этого лесного фонда, должны быть подготовлены необходимые нормативно-правовая база. В этой связи нашим министерствам подготовлены все необходимые предложения, начиная от способов ведения работ на земли Гослесфонда, охрана, защита, лесовосстановление, детально проработанные вопросы сегодня по противопожарному обустройству наших лесов. Нами разработаны предложения по возрасту спелости хвойных насаждений и возможным объемам лесозаготовок на территории ленточных боров. Все материалы переданы в Центральный аппарат Рослесхоза, Министерство природных ресурсов. Подразумевается проведение общественных обсуждений на площадке Общественной палаты Российской Федерации непосредственно с практиками, арендаторами лесных участков, управленцами в сфере лесного хозяйства, на котором будут приняты все необходимые параметры, регламенты, разработана дорожная карта по подготовке нормативных документов, которые должны быть запущены в действие, начиная с 1 января 2020 года по ленточным барам Алтайского края. С 7 апреля 2019 года на 10 дней была открыта весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь. В первые выходные одномоментно в крае находились порядка 20 тысяч охотников, местных и прибывших из других субъектов Российской Федерации. Для обеспечения правопорядка в охотничьих угодьях были сформированы оперативные группы из представителей природоохранных ведомств и силовых структур, которые непрерывно с 5 апреля текущего года по настоящее время осуществляют патрулирование в охотничьих угодьях края. С 27 апреля 2019 года также на 10 дней откроется охота на территории других 40 районов Алтайского края. Здесь разрешена охота на селезней, уток, глухаря, тетерева на таку и вальшнепа на вечерней тяге. Охота на гусей в данной группе районов запрещена. С 7 апреля в Алтайском крае начался период весенней охоты. Каковы его особенности в этом году и что необходимо знать охотникам? Мы разбили непосредственно территорию Алтайского края по определенным функциональным зонам, север-юг. Основной трофей, который сегодня наиболее востребован нашими охотниками, это же, конечно же, пролетный гусь. Фактически, учитывая данные обстоятельства, мы определили 20 муниципальных районов, на которых проходит особенно активная миграция данного вида сегодня птицей. И в связи с этим разрешили с 7 числа начать охоту на 10 дней по данной группе районов. В этот же период времени разрешена охота и на боровую дичь. С 27 апреля у нас определена группа районов, состоящая из 40 муниципальных образований. И на территории этих образований будет открыта охота на селезня уток с подсадной и также на боровую дичь. На сегодняшний день в мероприятиях по первому этапу в рамках разрешительных документов получили право на охоту около 20 тысяч наших охотников. В рамках проведенных рейдовых мероприятий удалось нам обеспечить правопорядок на объектах и на станах наших охотничьих. Фактически за этот период времени было зафиксировано 38 административных правонарушений, связанных с правилами проведения охоты. Нашими сотрудниками было изъято 11 единиц огнестрельного оружия, в том числе одно нарезное оружие. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите программу «Открытое правительство» и будете знать все о работе регионального кабинета министров.